Здравствуйте, здравствуйте! Город прохладный, стадион с Дюшор. Седьмой тур зимнего первенства в формате 8 на 8. Встречаются одни из главных претендентов на, как минимум, на медали, а возможно и на чемпионство. Сегодня многое в этом вопросе прояснится. Это команды, которые пока что не проигрывали в этом чемпионате. Локомотив, конечно же, красно-зеленый, город прохладный, это прохладинское дерби и Феникс 2. Феникс сегодня в синей форме, и не просто синий, это практически есть форма лондонского Челси. Ну а Локомотив в обычных красно-зеленых своих расцветках. И Локомотив в предыдущих шести матчах одержал шесть побед. Феникс в предыдущих шести играх пять побед и одна ничья. Таким образом встречаются команды, находящиеся в первой тройке. В этой тройке еще есть Малка, и она главный фаворит сезона. Но все же, как ни крути, она еще не играла ни с Фениксом, ни с Локомотивом, и даже еще не играла с четвертым местом таблицы с Дюшор 2006. Этот матч им предстоит сыграть сегодня. Ну а сейчас давайте посмотрим за главным блюдом, которое приготовила нам 23 января 2022 года. Матч Локомотива и Феникса. В прошлом сезоне этот матч, вот именно этих соперников, подарил нам по-настоящему интересную игру и даже во многом, наверное, по-настоящему сенсационный результат. Ведь на тот момент Феникс 2 вообще никак не котировался в числе соискателей призовых мест. Но именно игра против Локомотива и победа со счетом 4-1 заставила многих поверить в то, что Феникс может бороться за самые высокие места. Ну а Локомотив, между прочим, именно как раз таки в этой самой борьбе Фениксу и уступил. Феникс оказался третьим, а Локомотив только лишь четвертым. Все решилось в последнем туре в этом году, в этом чемпионате. Все также может решиться в последнем туре. Причем в том числе и чемпионская интрига также может оставить вопрос открытым до последних минут последнего матча. Все это будет зависеть от того, как сегодня сыграют наши соперники в том числе. И сразу же вот первый момент. Удар по воротам наносит Арсен Сугуров. Составы у команд боевые, а у кого-то даже, наверное, сверх боевые. И если говорить о Локомотиве, ведь у Локомотива сегодня усиление. Есть новички. Да, как сказал главный тренер команды Алексей Яровенко, вызвано усиление. Это не столько желанием просто усилиться, сколько в каком-то смысле это залатывание дыр. Ведь есть игроки, не сумевшие принять участие в сегодняшнем матче. Речь, конечно же, о центральном защитнике Локомотива Евгении Кашкарове и еще одном защитнике Алексея Матросове. Ну вот вместо них сегодня на поле вышел Руслан Хомоков. Он не приобретение, но человек, который в этом сезоне не так часто появлялся на газоне. Ну а в качестве усиления человек, который, наверное, впервые играет за Локомотив, хотя, может быть, это и не так, но в зимних первенствах точно. Впервые это человек, ассоциирующийся больше как раз-таки с ремонтником и даже где-то, наверное, с командой Феникс, которая выступает в Нальчике в ЛФЛ. Конечно же, речь о Рамазане Гусейне Рамазанове. Вот так, правильно, надо сказать. И сразу еще смотрим атаку Локомотива. Локомотив начинает матч активнее. И давайте уже пора, наверное, сфокусироваться на том, кто же сегодня на поле. И давайте начнем с Локомотива. Кстати, встречаются две наименее пропускающие команды. Даже Малка пропустила больше, чем и Локомотив, и Феникс. Посмотрим, как сегодня эта ситуация исправится. У Малки шесть пропущенных мячей, у Феникса четыре, а у Локомотива пять. Вот так вот. Но при этом Малка забила больше всех, Феникс забил меньше всех из числа команд, участвующих в борьбе за чемпионство. Ну, а Локомотив почетное второе место по результативности занимает. В общем, давайте дальше по составу Лока. В воротах у команды, которую тренирует Алексей Яровенко, Кирилл Баун. И он, в принципе, за исключением, по-моему, одной игры отыграл, ну, или одной или двух игр, да, сыграл все матчи. И вот это количество, малое количество пропущенных мячей, в том числе и его заслуга. Хотя, наверное, еще довольно большое значение здесь имеет в целом оборона Лока. Дальше в обороне сегодня, как я говорил, Руслан Хамоков, тут же Гусейн Рамазанов и тут же 18-й номер Дмитрий Нехаев. Автор «Чудо гола» в ворота с Дюшор 2006 в предыдущем туре. Ну, чудесного там в целом не так-то и много, но просто все любят, когда дальний удар достигает цель. Да, вот у Дмитрия Нехаева это получилось. И зафиксирован фоул, будет возможность у Феникса впервые в матче попытаться угрожать воротам Кирилла Бауна. Кирилл Баун в прошлом сезоне стал бронзовым призером зимнего первенства в составе как раз-таки Феникса 2. А вот сегодня уже играет против своей бывшей команды. В центре поля восьмой номер Арсен Сугуров, конструктор Локомотива, практически инженер-конструктор полностью или архитектор. Человек, который придумывает практически множество атакующих решений своего коллектива. Дальше вот сейчас упустил мяч за боковую 16 номер. Это Александр Грицай, Дмитрий Кулеш. Ну и в нападении лучший бомбардир команды в этом сезоне Константин Гелиев. И он, кстати, на втором месте в бомбардирской гонке. Между прочим, он опережает на два мяча Ивана Таранова, у которого 14, у Константина Гелиева 16. Ну а впереди планеты всей, естественно, пусть даже и травмированный, но уже успевший создать себе задел. Это Александр Волков. У него 34 гола на счету. Просто космические цифры. Ну а Локомотив в атаке. Локомотив начинает этот матч с преимуществом. И это преимущество все серьезнее укрепляется. Но вот сейчас попытка уже Феникса свою атаку завершить хотя бы ударом, поворотом Кирилла Бауна не точно. Удар этот оказался сблокирован. Давайте теперь перейдем к составу команды Феникс. Главный тренер или организатор, в общем, кому как больше нравится. Феникс Давид Насибов, он сегодня на бровке. И он сегодня, судя по его внешнему виду, на поле выходить не собирается. Дальше в воротах Кимран Газаев. И это тоже его заслуга, что Феникс пропустил так мало. Опасно удар. И вот подтверждение моих слов. Великолепное спасение Кимрана Газаева. Мы с вами сейчас и увидели. Ну а Локомотив все ближе и ближе, что называется, к голу. Давайте дальше. Вот сейчас уже и первая замена у Феникса состоялась. Состав я еще по-прежнему не представил. Вместо Жасима Мухтасимова на поле вышел Артем Сидоренко. Артем Сидоренко, между прочим, лучший бомбардир уже в составе Феникса. Да, в гонке бомбардиров он, конечно, такого серьезного участия не принимает. Хотя, в целом, у него, по-моему, 10 забитых мячей на 4 меньше, чем у Ивана Таранова. Почему бы не разогнаться ближе к концу турнира? Хотя тут уже разгоняться-то остается не так много времени. В обороне Роман Неплех, Дмитрий Дворецкий. Прострел не успел к этому прострелу как раз-таки Константин Гелиев. Но продолжим. В общем, еще один защитник сегодня это Александр Метеоглов. В центре поля против Арсена Сугурова лицом к лицу сошлись старые друзья-товарищи, что называется. Сколько лет отдал локомотиву Артем Борчанинов, только Алексей Яровенко знает. Ну и вот как раз сегодня именно Артем Борчанинов против Арсена Сугурова. В центре супер противостояния. По краям Павел Рутюнов и Фархад Имамалиев, по-моему, да, если не ошибаюсь, он на фланге действует. Ну и в нападении Артем Сидорен. Пока-пока, что называется, оборона Феникса трещит, но не ломается. А это главное. Гнется, но не ломается. И локомотив в очередную свою оттоку пытается убежать. Константин Гелиев не сумел мяч обработать. Сталось представителям главного арбитра встречи. Это было бы здорово, если бы я знал, как его имя и фамилия. Удар в дальний угол, ну, очень не точно. Сейчас у Константина удар просто не получился. Что ж, в принципе, для Феникса играть вот в таком режиме, когда нужно обороняться, когда нужно действовать вторым номером. Довольно привычная схема. И уже в этом даже чемпионате был один матч, где Фениксу приходилось не просто по ходу встречи. Это была игра против Сдюшор 2006. И там команда проигрывала по ходу. 1-0 потом сумела выправить ситуацию, выйти вперед. А вот сейчас очередное спасение Кимрана Газаева. Удар Дмитрия Кулеша. Ну, Кимран действительно идет на то, чтобы быть одним из тех, кто будет претендовать вообще на то, чтобы быть признанным лучшим вратарем этого турнира. Тут, конечно, кандидатур хватает. Но Кимран точно входит в этот список. Причем он входит довольно уверенно. А вот сейчас опасно. Вообще, наверное, в этом списке, в принципе, находятся все вратари команд, которые бьются за чемпионство, бьются за медали. Тут и Кирилл Баун, тут и Кимран Газаев, тут и, конечно же, Александр Федоренко. И тут же, конечно, Илья Пшуков, голкипер Сдюшор 2006. Но если вот так вот говорить по большому счету, то Кимран Газаев в этом списке лично у меня, по моему скромному мнению, пока лидирует. Потому как его влияние на результат в играх своей команды превалирует перед его коллегами по вратарскому цеху. Просто та жималка, тот же Локомотив зачастую свои матчи выигрывают с преимуществом, где вратарская, скажем так, работа уходит на второй план. Да, она там присутствует, и спасение есть, это все понятно. Но все же от спасений вратарей в этих играх не так много зависит. Пропустила бы Малка или Локомотив в одном или в другом случае, результат матча бы остался прежним. А вот в игре Феникса спасение Кимрана Газаева значит очень даже много. Даже по сегодняшней игре мы можем это заметить. Но тут можно сразу вспомнить и матч предыдущего тура между Локомотивом и Сдюшор 2006. Ведь там тоже великолепно матч начал Илья Абшуков и вообще провел его великолепным образом. И если бы Сдюшор очки набрал, то влияние на результат этого вратаря тоже имело бы колоссальное значение. Но в итоге что происходит? Вот это да! А такой гол засчитан, естественно, или нет? Засчитан, конечно. Константин Гелиев 17-й гол этого нападающего. И это вот когда гол находит просто своего героя. Но я скажу, что и Константин к этому, конечно, причастен. Мало кто в такой ситуации бы пошел вообще на попытку перехвата. А он не просто мяч перехватил. Он еще его и таким чудесным образом отправил в ворота. 1-0. Феникс проигрывает. И причем гол получился как нелепым, так и, можно сказать, что удивительно. 1-0. Теперь Фениксу нужно немножко менять свой подход к этому матчу. Вот сейчас подставь, да? Фархад и Мамалиев мяч более удачно под мяч ногу. И могло бы возникнуть довольно... Могли бы возникнуть очень серьезные трудности у Кирилла Бауна. Но этого не произошло. Но отметим, первый такой более-менее серьезный момент Феникс создает в этой игре. Локомотив пока действует по-хозяйски. Хоть обе команды и прохладинские, но Локомотив хозяин положения. И при счете 1-0 становится этим хозяином еще более уверенным. Итак, Баун выбивает мяч вперед. Есть, конечно, и про кого рассказать из тех, кто находится на бровке. Из тех, кто еще на поле сегодня обязательно появится. Ну, давайте будем о них говорить в тот момент, когда они будут появляться. В частности, у Локомотива, к примеру, появились Арсен Абаев и Илья Марков. В частности, да? Вот замены произошли. Как раз-таки Гусейн Рамазанов уступил свое место Абаеву. А вот Марков вышел на поле вместо Александра Грицаев. Ну, а сейчас Жасим Мухтасимов. Он меняет Фархата и Мамалиева. Локомотив, между тем, мяч разыграл от ворот Хамоков. Да, для Локомотива, конечно, жизненно необходимо сегодняшний матч выигрывать. Я говорил, что от сегодняшнего результата многое будет зависеть. Здесь, кстати, мог Марков сейчас тоже попытаться забить, но вновь здорово сыграл Кимран Газаев. Так вот, для обоих команд результат матча имеет колоссальное значение. Тут гадалки не ходи, но если говорить о конкретной борьбе за чемпионство и у кого вот наибольшие шансы в этой борьбе, скажем так, зацепиться с Малкой за какой-либо результат, то, наверное, пока ввиду того, что нет никаких очковых потерь у Локомотива, именно Локомотив является главным преследователем. Да, кто-то скажет, да всего-то там два очка, что такого. Но вот сегодня эти два очка уже точно не будут присутствовать, потому что у Малки своя игра будет против Дюшер 2006 и вероятность победы там довольно-таки велика. Ну а если кто сегодня очки потеряет, то он уже не на два очка от Малки отставать будет, а гораздо на более внушительном расстоянии находиться. Поэтому вот Локомотив, если сегодня выиграет, он по-прежнему за два тура до конца останется идти вровень с Малкой, при этом имея очную встречу. И вот там-то все будет решаться, да. И самые сложные поединки у Локомотива, кстати, тоже будут уже сыграны. Потому как с Дюшер пройден сегодня Феникс, вот Малка, а в последнем туре, по-моему, у Локомотива останется игра с Дюшер 2007, если не ошибаюсь. Его точный матч против Малки в следующем туре будет уже иметь колоссальное значение. Он практически будет иметь статус золотого для обеих команд. Ну а Феникс вот сегодня тоже для Феникса также абсолютно многое решается. Если сумеют обыграть своего оппонента, речь, конечно же, о Локомотиве, да, то Феникс, во-первых, обойдет Локомотив в турнирной таблице, заберется на вторую строчку, станет главным преследователем Малки, да, будет отставать на два очка, но впереди также очная встреча. И также в случае своей победы Феникс уже сможет даже стать чемпионом. Не думаю, что прям об этом внутри команды как-то серьезно задумываются. Скорее речь идет все же о попадании в тройку и занять в этой тройке место как можно выше. Но если уж такой расклад произойдет, почему бы нет? Но вот ничья в сегодняшнем матче, я вам скажу, будет точно на руку уже Малки. Почему? Потому что, по сути, ничья поставит в очень неудобное положение Феникс. Это во-первых. А во-вторых, отнимет очки, важнейшие очки у Локомотива. И позволит уже в очном поединке между Локомотивом и Малкой иметь возможность Малки играть в ничью. Ведь тогда вот эти вот плюс два таблицы у Малки сохранятся. В общем, это все разговоры по поводу дележки шкуры неубитого медведя. Мы не знаем, как завершится сегодняшний матч между Локомотивом и Фениксом. Мы не знаем, как завершится матч Малки из Дюшор 2006. Но вот такие расклады, я вам их попытался привести, чтобы вам было чуть более понятно, как выглядит турнирная таблица и кто что может сегодня потерять или приобрести. Пока Локомотив довольно уверенно. 1-0 по счету так не скажешь, но по игре в целом выглядит очень здорово. То, что ведет в счете, это закономерность. Но Феникс способен преподносить сюрпризы. Феникс команда способная, что называется, возрождаться из пепла. Как по ходу сезона, так и по ходу одного отдельно взятого матча. Но правда у Феникса есть еще одна особенность обратного свойства. Феникс в определенный момент как умеет возрождаться из пепла, так и в этот самый пепел и обращаться. Чего стоит противостояние против Малки в прошлом году и против Искры в частности. Так что, какой своей особенностью сегодня Феникс нас порадует, покажет только игра. Пока ничего такого страшного не произошло. Счет 1-0. Да, преимущество у Локомотива. Но опять же, я думаю, Феникс приблизительно представлял, какой характер будет у сегодняшнего матча. И для коллектива Давида Насибова гораздо важнее удержать натиск соперника и попытаться уже свой шанс найти в контратаке. Сугуров. Передача вперед. Митяоглов мяч перехватывает. Рутюнов. Сидоренко. Нихаев. Пас вперед. Но Маркова передача не прошла. А тут уже цепляет мяч. Сугуров. Вот оно, единоборство, как я вам и говорил, в центре поля. Очень интересное противостояние Артема Борщинина против Арсена Сугурова. Я думаю, эти два игрока привыкли в основном играть в одной команде. Но в последние годы это уже совсем не так. Играют они в основном за разные коллективы. И даже в ЛФЛ в формате 8 на 8. Один является игроком Феникса, а другой футболистом Инау. А здесь чудо мяч не в ворота. Ах, вот это да! Что называется, надо до конца бороться. Феникс тут и боролся до самого конца. Итог этой борьбы оказался победным именно для команды в синей форме. Казалось, уже мячу деваться некуда. Он на ленточке. Но нет, гола не состоялась. Теперь угловой. Дмитрий Нихаев. Подача. Выносит его головой Неплех. И дальше что? А дальше у нас будет удар от ворот. Кемран Газаев по-прежнему хорош. Безусловно. Сегодня он уже несколько раз это продемонстрировал. А вот у Кирилла Бауна сегодня практически никакой работы и не было. И вот так весь турнир и проходят игры этих двух голкиперов. Причем, что сказать, Кирилл от того, что большую часть матчей обходится без работы, ему это не мешает в решающий момент встречи себя проявить. И спасти свою команду в самый нужный момент. Как это было в игре с Асдюшор 2006, к примеру. И уже не первый матч на ноль Кирилл отыграл. Марков добивается углового Илья Марков. Ну что ж, пружина контратаки Феникса пока что выжидает. Когда же, когда же ей рожатся, когда же наконец можно будет проявить себя. Ну, сейчас мы видели, да, хорошую попытка Нехаева. Ну, а теперь Мухтасимов сохраняет еще мяч. Дальше Борщининов. Заброс на Артема Сидоренко. Мяч вынесен Дворецкий. Дмитрий может сдалека лупануть. Так что Галкипер будет этого не ожидать. Мы это видели в игре против Галтуда как раз, если не ошибаюсь. Тогда 4-0 Феникс выиграл. Ну и для Феникса вообще пока, если не говорить про игру против Колледжа и против Сдюшор 2007, если эти команды немножко вынести за скобки, то со всеми остальными командами, с которыми Феникс встречался. Больше 4-х мячей Феникс не забивал. Еще! Еще! Не бахни, не бахни! У Локомотива результативность, конечно, получше. Играй, играй, играй! И с железнодорожниками нужно в этом вопросе быть аккуратней. Команда способна добиться крупного преимущества. Пока самая скромная победа у Лока это как раз на Сдюшор 2006. Ну и надо сказать, что да, Феникс 2-2 сыграл с этим соперником, а вот Локомотив выиграл его 2-0. Но справедливости ради немножко отличались составы. Да, команд Сдюшор, который играл против Феникса и Сдюшор, который играл против Лока, это немножечко два разных Сдюшора были, потому как основные лидеры на поле у Сдюшор отсутствовали. Не было ни Григория Дудина, ни Сергея Вакуленка, ни Эдуарда Попова. Рома, помогай! Так что... Быстрее, быстрее! А Феникс вот 2-2 сыграл при наличии всех этих игроков в составе у соперника. Ты за кого? Я за Сидюшор. Вот так вот у Феникса тоже сегодня новобранец. Гумар Мисроков. Приветствуем его. Активно Гумар возвращается в футбол, судя по всему. Недавно он стал еще игроком мини-футбольного СКА. Теперь вот он играет за Феникс 2 в футболе в формате 8 на 8 в городе Прохладном. Что ж, здорово. А теперь Сидоренко удар. И вот о чем я говорил. Да, значение есть количество. А еще есть качество. Я про спасение Кирилла Бауна. Сейчас вот он без работы практически большую часть тайма оставался. Но в самый нужный момент для своей команды оказался очень даже полезен. Спас локомотив от гола. Могло бы стать 1-1, но нет, не стало. 1-0 по-прежнему. Лока выигрывает. Кто, кто, кто? Один Пашу только, пацаны. Пошел, вперед, Пашу. Арутюн Аф. Паш. Хороший, хороший он. Пробуем. Метеоглав бьет. Здорово, здорово. Так проводил мяч Кирилл. За пределы поля. И теперь уже Рамазанов. Пас вперед. Гелиев. Гелиев сегодня, кстати, не так ярко себя проявляет. Скажу я, но при этом сразу же оговорюсь, что как бы он ярко проявлял себя или не проявлял, автором единственного забитого мяча стал Константин. И надо сказать, что этот гол абсолютно 100% заслуга Константина Гелиева. Ну и, конечно же, еще защитника, который неосмотрительно так вот мяч выбивал. Но в целом, то, что этот гол состоялся, это все же именно заслуга нападающего. Мухтасимов. Передача на фланг. Александр Метеоглав. Игра потихоньку начинает становиться более равной. Так выпрямляется, что ли. Может быть, это временное явление. А может быть, Локомотив за счет этого получит свободные зоны в обороне у соперника. Может и так. Но точно не получит легкий доступ к воротам. Там Кемран Газаев. Борченинов. Пас на фланг. Артюнов. Перевод. Неплохо здесь. Единственное, польза от этого перевода вся улетучилась. Потому как слишком долго получал мяч Александр Метеоглав. Все успели перегруппироваться. И вот уже в атаку идет Локомотив. Пас на Сугурова. Арсен. Рамазанов чуть было сейчас не забил своей бывшей команде. Но ногу подставить не сумел. Да, Рамазанов сейчас уже игроком «Феникса» не является. Дело в том, что в ЛФЛ теперь в одном чемпионате будут выступать и «Феникс». Вернее, в одном дивизионе будут выступать и «Феникс» и «Ремонтник». И вот, будучи игроком «Ремонтника», «Гусейну» пришлось выбирать. Ну и выбрал он «Ремонтник». Так же, как и Максим Абдулаев, так же, как и Кирилл Безуглов. Поэтому их нет ни здесь, ни в «Нальчике». Неплех. Ну и вот за счет этого у «Феникса» довольно серьезное обновление по составу. Практически заново осуществился набор в этот коллектив. Именно если брать о прохладницком первенстве, говорить, то по сравнению с прошлым годом, с теми, кто, скажем так, ковал бронзу прошлого первенства, здесь не так-то и много действующих лиц осталось. В первую очередь Дмитрий Дворецкий. Он-то да, он-то точно был среди тех, кто в прошлом году за «Феникс» выступал. Ну, Кимран Газаев, может быть, пару матчей. А в остальном это все люди новые, кстати. Ну, конечно, Давид Насибов, безусловно. Тамас Насибов, которого сегодня нет. Это да. На бровке, кстати, еще один бронзовый призер прошлого чемпионата. Багауддин. И, возможно, он сегодня на поле появится или нет. Ну, так довольно сильно обновился «Феникс» посредством с прошлым сезоном. Мы это видим. Ну, и преобразился, судя по всему, в лучшую сторону. Хотя давайте об этом поговорим уже, когда турнир завершится. Сугуров у мяча. Удар на месте Кимран Газаев. Да, много работы сегодня у голкипера «Феникса». Но все же мы видим, что «Феникс» показывает своей игрой. Если получится, получится сдерживать лока, получится не пропустить до поры до времени больше одного мяча. Дальше «Феникс» вполне способен гол и отыграть. И вообще определенную выгоду из этой ситуации извлечь. Да, те расклады, которые я приводил, они, конечно, имеют место быть. Но это если рассуждать с точки зрения борьбы за чемпионство. А если говорить о том, может быть, конкретно, чтобы быть выше в таблице, не обязательно первым, но, допустим, вторым, то с этой точки зрения для «Феникса», конечно, ничья сегодня лучше, чем поражение. Просто естественнейшим образом. Потому как всего на два очка по-прежнему будет «Локомотив» находиться от «Феникса». И в случае поражения «Локомотива» от «Малки», а в свою очередь победы «Феникса» в своем матче, уже перед последним туром у «Феникса» будет преимущество перед лока. Правда, еще и игра с «Малкой» при этом. Но «Малка» в последнем туре может уже оказаться чемпионом. И с каким настроем будет выходить на эту игру, тоже большой вопрос. Что ж, перерыв 1-0. Пока «Локомотива» выигрывает и выигрывает по делу. Но давайте не забывать, что все-таки один по-настоящему голевой момент «Феникс» в первом тайме создал. Играйте, получайте удовольствие, что умеете, показывайте. Играйте, получайте. Играйте. 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 Здесь мы просто берем теряем мяч Шрабей его, блин, просто Чего не залетит? Конечно, Паш, ты вот Расстреляй мне в породу Сила А ты просто это Берем его, ты краешься и уходи Потому что чуть быстрее Пацаны, вот Можно отдать мне быстрее, чтоб я разверну Быстро атаку Вы начинаете вот так Раз, два, три Они позиции свои заняли, потом начинаете отдавать Конечно, уже тяжело Контратаки, как они работают? Быстро отдал, все Где-то кто-то не успел на позиции Вот наше преимущество Все здорово, в отборе, все хорошо Придержи, не надо на двоих троих Вот смотри, за счет тебя мы на двоих троих Отдал, все, трое отвезли Все Ты свою работу сделал Ты посмотри Взял, накрутил, ты мне отдал Они уже на мяч Я уже могу и тебя обратно Придержи Отдаться Однажды Так, молодец 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 Мы Молодец 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 Класс 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 Конечно, зайдите Играйте В чисто Здесь нечего терять Терять механизм Вы просто идти надо все покажешь свою лучшую суд она надо поддумывать человек тайм товарищ не слушай мелкого товарища так же не штука ахахахах ахахах 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 ахх но аф на да ну Продолжение следует... 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 может быть чуть под замерз из-за этого не так четко сфокусирован есть потери по составу еще безусловно сегодня отсутствует руслан узденов я думаю его присутствие на поле добавила бы как минимум скорости атакам феникса но его сегодня нет и это тоже конечно не сказывается в лучшую сторону на игре команды сегодня выступающий в синей форме неплохой удар получался вот именно потому как мяч летел у сугурова но затормозил он на защитники сугуров против него борщининов еще один фол много нарушений и рано или поздно локомотив эти стандарты свою пользу обернет удар это дмитрий кулеш мяч в воздухе сугуров не дает дворецкий ему просто так за мяч зацепиться и все же и все же мяч уходит за боковую линию у нас и в в в в в в в в Падение, и впечатлился этим падением арбитр. Будет еще один стандарт. Сугуров готовится исполнить этот штрафной, и да, Арсен рано или поздно может действительно попасть. А что сейчас? В общем, отменяет этот штрафной арбитр. Я так и не понял, правда, с чем это было связано. Толчок, видимо, какой-то зафиксированный, поэтому вот с этой точки мяч вводится в игру. Здесь Метеоглов, Мисроков появился на поле. Метеоглов, Арутюнов, Сугуров. Какой обыгрыш, а дальше втыкается в соперника. Нет свистка. Гумар дает передачу на Артема Борчанинова. Борчанинова заваливают, и вновь нет свистка. Вот это да, резко так арбитр повысил планку. Допуска борьбы на футбольном поле Рамазанов. Падение, и это уже фолк. Показывает арбитр, что нарушение было совершено раньше. Вот здесь, да. Рамазанов, Хамоков. Но если и против Феникса Лока сыграет на ноль, это уже будет о многом говорить, конечно. И потеря. Мяч уходит за линию. Гелиев, мяч попадает в руку. Штрафной. Митя Оглав. Не удалось совершить перехват здесь Гелиеву. Дворецкий. Арутюнов. И мяч упущен за боковую линию. Локомотив будет разыгрывать аут. Гелиев. Есть пространство. Есть даже возможность сыграть с партнерами. И Лока Атакусовы продолжает. Рамазанов. Передача. Даже удар состоялся. Наносил его Александр Грицай, но в ворота не попал. И сразу же покидает поле. Уступает его место. На этом поле уступает Илье Маркову. Да, 1-0. И если вот этот забитый мяч останется единственным, останется победным, это, конечно, будет очень интересно. Вот такой немного курьезный гол решит судьбу одного из важнейших противостояний этого чемпионата. Нет нарушения. Сугурав. И дальше мяч высокой свечой на Константина Гелиева отправился. Метеоглав, игроки Локомотива друг с другом столкнулись. Вот так вот произошла прям аварийная ситуация на поле. Два железнодорожника друг в друга въехали. Это Константин Гелиев и Дмитрий Кулеш. И игра из-за этого была остановлена. Арутюнов, Месроков. Передача на Борчанинова. Борчанинов на фланг. Дальше Дворецкий пытается вернуть Артему мяч. Но тут Хомоков не дремлет. Метеоглав, Борчанинов, Метеоглав. Мяч отскакивает в руку, но можно играть, показывает арбитр. И вот тут уже Кулеш включает скорость. У него есть простор для того, чтобы задумать что-то интересное. Удар! Казалось, да, все сделал Кулеш сейчас для Сугурова. Выкатил ему на очень удобную позицию. Но дальше Сугуров пробил в Кемрана Газаева. И в этом заслуга непосредственно, конечно, голкипера, что он выбрал верную позицию, чтобы мяч магнитом к нему тянется. Теперь Мухтасимов вместо Месрокова. Лока в очередной раз не забил. Ну что ж, за это соперника наказать-то может по итогам этого матча. Если вдруг Феникс счет сравняет и будет ничья, Локомотиву только самого себя винить придется за большое количество нереализованных моментов. Ну, можно еще чуточку повинить Кемрана Газаева, который великолепный матч проводит. Но в целом все-таки за нереализацию надо будет вопросы задавать самим себе. Неплех, Дворецкий, передача вперед. Дальше Мухтасимов скидка. И тут что? Сидоренко вырвется вперед с мячом. Нет, не удалось. Ну а тут Арутюнов. Цепко действует Рамазанов. И дальше нарушены правила. Интереснейший второй тайм. Первый тоже был не скучным, но во втором напряжение нарастает. Хамоков. Рамазанов. Хамоков. Лока берет мяч под контроль. Это способ успокоить игру, безусловно. И Лока этим умело пользуется. Нехаев. Передача на Маркова. Марков Сугуров. А это очень опасно. Бьет и Газаев. Ну что за вратарище у Феникса. Просто фантастика. Сегодня почти все. Все, что прямыми нормальными ударами летит в ворота, он отбивает. То, что касается Курьезов, сейчас обсуждать не будем. Хамоков у мяча. Нехаев. Удар. И мяч за пределами поля. Ну а Феникс что? Феникс будет все-таки пытаться создавать свои моменты? В первом тайме момент на гол создать удалось. Будет ли такой момент во втором тайме? Да, в первом реализовать не получилось там Кирилл Баун. Он великолепным образом свою команду выручил. Пока Лока больше таких ошибок не допускал в обороне. Ну та была грубо. Ну и с мячом остается Феникс. И здесь уже все-таки свисток прозвучал. Борчанинов сразу же не дают разыгрывать. И Гелиев получает желтую. Она у него первая. И это можно сейчас и вторую получить за это, если честно. Успокойся. Да. Да, да, да. С игроками Феникса я во многом согласен. Почему сейчас Константину не предъявлена вторая желтая? Это большой вопрос. Разговоры продолжаются. На ровном месте сейчас Лока мог остаться в меньшинстве. Желтая Мухтасимову теперь за разговоры. Ну а Константину Гелиеву прям проявляют просто чудеса благосклонности. Артем, Артем, Артем! Да. Это, конечно, момент для споров теперь после матча. Для жарких обсуждений. Баун. Рамазанов. Неплях. Вы не смотрите, как он играет! Дави, дави, дави! Стой! Нет, правила не нарушены. Стой! 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 Ёхо! Ёхо, поменяй его! Давайте, да, пацаны, играйте! Играйте! Ну и выйдет ли в атаку Феникс сейчас или нет? Тяжело, безусловно. Против Локомотива очень сложно. Но, все-таки, если Феникс собирается бороться за высокие места, нужно как-то проявлять себя и в атаке. Не только терпеть в обороне. Играй, Тёма, играй! Будет угловой. Давайте, пацаны, играйте! В... В Нальчике, в ЛФЛ у Феникса есть. Тамерлан Атаров. Также за Феникс, между прочим, выступает и Алексей Матросов. Это вопрос о том, как выигрывать борьбу на втором этаже. Но вот тут сейчас кто? Вот никого не оказалось. Да и подача высокой. Не была. Неплях. Заброс в штрафную. Принял мяч. Прострел. Борчанинов. Долго-долго ждет. Сидоренко. Мисроков. Удар. Ай-яй-яй. Ну, не сказать, что это такой же классный момент, как в первом тайме. И все же Феникс выстрадал. Свой момент. Дождался. Довольно-таки неплохой ситуации. Но вот в створ попасть не удалось. Нужно, нужно в подобных ситуациях действовать надежнее. А сейчас арбитр пытается унять страсти, которые на поле. Но, конечно, они будут. Цена-то матча очень велика. И обе команды представляют, чем грозит потеря очков. И никто их терять не хочет. Довольно серьезный интерес эта игра вызывает тех, кто собрался. На стадионе Метеоглов мяч упускает за боковую. Здесь Рамазанов. Что неправильно введен на аут вот так. Неплях. Метеоглов. Пытается мяч у себя сохранить. А теперь что? А это тоже желтое. Теперь уже Александру Метеоглову. Да, ну, начинают возникать вопросы к арбитру у игроков Феникса и у игроков Локомотива. Не без этого. Кто устал, меняйте, пацаны, меняйте сейчас. Ну, опять, это все из-за того, что очень-очень напряженная обстановка на поле. Здесь в любом случае. Успокойтесь, да играйте. Успокойтесь, да играйте. Вот, 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 вот. Давай, давай. Возможно, матч такого накала стоило все-таки Сергею Ивановичу Вехову забрать себе, но почему-то решили эту встречу позволить судить арбитру, который... Я сейчас не хочу обсуждать квалификацию арбитра, но то, что практически очень мало он игр отсудил на этом турнире, для команд все-таки имеет большое значение авторитет арбитра. И если у Сергея Ивановича он есть, то вот у того, кто сейчас обслуживает встречу, его не так много. Просто-напросто команды не так сильно знакомы с манерой судейства, и поэтому это тоже накладывает свой нервозный такой отпечаток. Ну, это ладно, это уже что есть, то есть. А сейчас уже Константин Гелиев на газоне и не понимает, почему нет свистка, но Феникс теперь может убежать в контратаку и сроков на газоне. Нет свистков. Арбитр считает, что нарушения не было ни там, ни там, зато вот здесь оно было. Зато вот здесь оно было, да. Что ж, команды оказываются прямо на грани получения красных карточек несколькими игроками. Здесь и Александр Метеоглов на взводе, и Константин Гелиев. А время-то идет, между прочим, и вот эти все спорные ситуации, разговоры, это все на руку Локомотиву, ведь он ведет в счете. И чем меньше времени до конца, тем лучше, значит, чем меньше шансов у Феникса отыграться. Все, 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 быстро, быстро, эй! Вперед зайди, Гуна, заходи вперед, Гуна! Дворецкий. Брасывает аут. А вот тут... Ну, суетливый получился вот от Дмитрия Нехаева перевод. Если это вообще был перевод, может, это была попытка пробить по воротам. Не ушел, не ушел. Борченинов. Не ушел, не ушел. Не ушел, не ушел, не ушел. Пас центр. Артюнов, нет. Сугуров с мячом. Дальше Нехаев. Пас на Маркова. Марков укрывает матч корпусом, пытается развернуться. Вот попытка простричь штрафную. Здесь уже слишком много игроков Феникса. Мисроков разыгрывает стеночку с Борчениновым, а дальше пройти Рамазанова не так-то просто. Уже и сам Рамазанов чуть-чуть зазевался. Кулеш. Получает по ногам, с мячом остается Лока. Дмитрий Кулеш на ударной позиции, а пробить как следует не удалось. Вот это да. Напряжение, видимо, тоже сказывается. Просил я перед этой игрой команды о том, чтобы они подарили нам жару на футбольном поле, чтобы мы смогли от этой жары здесь немножечко согреться. И что-то мне подсказывает, что эта жара сейчас как раз и начинается. Самое жаркое время матча, концовка. Всего в один мяч выигрывает одна команда у другой. И теперь уже значение начинает иметь практически каждый эпизод. Здесь нет офсайдов. Игелив может убежать один на один. И у него удар не получается. Что ж такое? Как заколдовали нападающих Лока в концовке второго тайма. Сукуров не будет аут. То у Кулеша, то у Гелиева удар не получился. Удивительно просто. Хармазанов. А здесь больно. А здесь фолл. И это Мухтасимов. Рисковал сейчас нарваться на горчичник. Нет, арбитр предпочитает здесь желтую не показывать. Арсен Абаев и у Локомотива, и в армии сроков у Феникса. Мы вышли на поле. Мхамоков. Заброс. Пытался сейчас Грицай здесь голову подставить. Не удалось. Не получилось. Кемран Газаев будет вводить мяч в игру. Совсем немного времени остается играть. Здесь буквально, я не знаю, там 3-4 минуты, наверное, может быть. Может, судья что-то добавит, конечно. Кулеш. Матч гораздо более интригует, нежели противостояние Лока и с Дюшор. Там все-таки довольно быстро все стало ясно. Кто-то скажет, что и здесь ясно. Феникс моментов не создает. Но все же вот это вот преимущество всего в один мяч. Оно позволяет рассчитывать на то, что здесь в любой момент все может перевернуться. Арутюнов пытается выцарапить мяч у Сугурова. И в итоге это удается сделать Борчанинову. Аккуратно забрал мяч у соперника. И здесь уже кто? Сидоренко набирает ход. Что будет делать? Бьет! Ой-ой-ой-ой! А вот и момент. А вот и тот самый шанс, который Феникс вынашивал весь второй тайм. Можно сказать, высиживал его. Но не реализовал. Как и в первом. Давайте прессик! Прессик! Путь выше! Путь выше! Выше заходите! Да. 1-0 счет по-прежнему. И тут даже вмешательство Кирилла Бауна не потребовалось. По сути, сам. Опа! Сразу! Еще! Борь! Не забил Сидоренко. Зато Константин Гелиев теперь полноправно может считаться главным героем этого матча. Дубль лучшего нападающего Лока. И вот такая радость. 2-0. 18 мячей у Константина Гелиева. И Лока остается главным преследователем Малки. Все. Ответы на вопросы получены. По крайней мере, те, которые были заданы к этой игре. Вот таким вот интересным образом. Не забил Феникс, забил Лока. Законы футбола работают. Может быть, что-то в концовке сейчас еще получится. Может быть, сейчас Арутюнов сможет забить. Он бьет, отбивает Баун. И на добивании не забивает фантастически. Момент просто. Игрок Феникса кто это был? Это был Артем Сидоренко. Если вдруг вырубится запись чуть раньше, чем окончится этот матч, извиняюсь, на морозе батарейка чуть быстрее разряжается. Не выдерживает работать она в свое привычное время. Но, надеюсь, ее все же хватит. Чтобы мы смогли доснять эту игру. Арутюнов. Метеоглов. И здесь жестко играет Сидоренко. Нет свистка, ничего себе. И вот теперь будут сейчас оказывать помощь игроку Лока. Это Беслан Унажоков. Унажоков. Он появился на поле в концовке уже. Угловой. Не плях. Не получается удар у Романа. Сколько там еще играть? Хороший вопрос. Арбитр, видимо, решил добавить еще приличное количество времени. Нехаев. Хамоков. Мяч уходит за пределы поля. Давайте, давайте, давайте. Михаев. Идите вперед, рискуйте, что вы. Ну, тем интереснее будет матч между Локомотивом и Малкой. Если честно, это будет по-настоящему вишенка на торте этого турнира. Теперь это уже окончательно ясно. Сугуров. Передача у Нажуков. Сугуров. Решил не бить, а делать передачу. И теперь уже у Феникса есть возможность убежать в контратаку. Попытаться таки забить хотя бы, просто забить ворота своего соперника. И промедлил Артем Сидоренко. Слишком промедлил. Непростительно промедлил. И поэтому нет гола. Нужно было пытаться решать эту ситуацию в касание. Либо сразу же первым касанием убирать мяч под себя. Артем решил останавливать. И дал тем самым время с защитником справиться с ситуацией. Метеоглав удар сблокирован. И все. Вот теперь финальный свисток. 2-0. Лока продолжает свой путь к тому, чтобы попытаться зацепиться за чемпионство. Но после этой победы Локомотив точно практически гарантирует себе второе место, судя по всему, в чемпионате. Так же, как и Малка, если сегодня обыграет с Дюшор 2006. Ну, а Фениксу из Дюшор 2006 предстоит уже заочная борьба за третью строчку. С вами был Артем Васлык. Это был интереснейший матч. И все же в нем справедливо победил Локомотив. 2-0. Пока-пока.